Он экологичный, он не пахнет клеем и сделан из одного ингредиента. Такой слаймик может сделать каждый, кому не лень. Всем привет! Мы очень рады, что вы смотрите это видео, потому что оно будет полезным тем, кто любит слаймы. Мы хотим вам показать самый простой и самый бюджетный рецепт слайма, которого можно сделать из ингредиентов, которые есть дома. А главное, без клея и загустителя. Если вам интересно, оставайтесь с нами и ставьте лайк авансом под видео. И подпишитесь в те, кто еще не подписался. Вам будет это не трудно, а нам будет очень приятно. Итак, ребята, для этого эксперимента мы будем тестировать, мы будем пробовать рецепт. Нам понадобится Тарелочка и ложечка. Краска. Это по желанию. Например, мы взяли краску и мы взяли синий цвет. Вы можете взять любой другой, если хотите. Очень теплая водичка. Очень теплая. И? Манная крупа. Да. Начинаем. Наливаем очень теплую водичку. Но желательно, наверное, не все, Алина. Половину, да? Да. Вот сколько? Теперь засыпаем манную крупу. Еще? Мы забыли добавить цвет. Добавь цвет. Так я возьму вот сколько? Побольше бери, будет насыщенный цвет. Окей. Давайте возьмем вот сколько. Давай. Мешаем, чтобы вся краска растворилась в этой манной крупе и воде. Ну что, растаяла краска? Да. Это, ребята, у нас гуашь. Все? Да. Лорочку убирай. Сыпь еще манки, пока водичка не остыла. Главное, с манной крупой не переборщить. Давай еще ложку. Смело сыпь, смело. Так, давай еще ложечку. Молодец. Давай, давай. Так. Ложку туда не засовывай. Теперь бери маленькую ложечку и перемешивай. Надо еще манной крупы. Перемешай, перемешай. Видишь, там у тебя с синей краской есть. Давай перемешай хорошенько. Сколько ешь? Давай, давай. Все перемешивай тщательно. Вот, видишь, какой она синей больше стала. Красивый цвет. Мне нравится. Давай, давай. Аккуратненько перемешивай везде. Добавляй манной крупы. Так. Я тебе помогаю. Давай. Давай, смело. Ну, сейчас. Ты добавляй, а я пока помешаю. Мы первый раз делаем этот рецептик, поэтому мы не знаем, получится ли у нас. Но надеемся, что это будет настоящий слайм. Уже загущается. Немножко загущается, да. Наверное, потому что теплая водичка. Ну, я считаю, что надо еще добавить. Еще одну ложечку? Да. Потому что в руки вот это вот еще не возьмем. И смотрим. А вы, друзья, тоже можете сделать такой слаймик дома, попробовать. И нам в комментариях написать, получился ли у вас такой слаймик. Такая густая кашица у нас образовалась. Не знаю. Пока что тоже мне не похоже на слаймик. Я считаю, что надо дать немножко времени постоять. Пускай это вот каша, как мы сейчас говорим, немножко питает воду в себя. И посмотрим, что из этого получится. Да? Да. Подождем пару минуточек. Вот две минутки прошло. Вот такой. Лина, подержи тарелочку. Вот так вот загустело. Но мы считаем, что надо еще, наверное, видишь, здесь синенькое есть. Еще добавить крупой манной. Хорошо? Хорошо. Подожди, подожди, давай синие краски. Давай еще синие краски добавим. Он какой-то такой бледно-голубенький. Давай. Давай еще добавим. Я бы хотела, чтобы он был такой яркий, насыщенный. Я тоже. Добавляй, добавляй. Не жалей. Добавляй еще цвет. Вот. Отлипайся, отлипайся. Добавляю еще краски. Вот так. И вот это, видишь, там сбоку есть еще тоже синее. Забирай, да. Давай быстрее. Давай я немножко помогу тебе. Ты подержи тарелочку, а я вот здесь вот. Видишь, тебе не видно? Вот так вот. И по краешку заберем все. И уже не похоже на кашу манной синего цвета каши. Мы не кушаем синего цвета кашу, да? Да. Что ты хочешь, водички добавить? Нет, давай добавим еще манной каши. Поможет водички? Давай. Да ты что? Я же шучу. Какой водички? Добавляй еще ложку манной каши. Сейчас посмотрим. Ложечку добавляй пока что. Давай, давай, давай. Сыпь. Вот. Можно я перегружаю? Хорошо. А я подержу тарелочку тебе. Вижу, что уже потихоньку получается наш слаймик. Ты веришь в него, правда? Да. Давайте уже скоро возьмем его в руки. Будем перемешивать в руках. Давай, но еще не надо. Еще не готово, я вижу. Добавляй еще манки. Перемешала. Еще добавляй. Видите, они такими крупицами. Вот сейчас, подожди, Алинка, я покажу. Такими крупицами. Перемешивай. Надо добавлять, друзья, столько манной крупы. Можно сказать, на глаз. Мы думали, что это должно быть один к одному. Столько, сколько воды, столько и каши. Но сейчас видим, что каши надо намного больше. А еще, если честно, у меня, Алина, был вариант. Если она не загустеет, у меня был план Б. Знаешь, какой? Какой? Я думала, если манка у нас не будет тянуться и густеть, если манка будет вот такая вот, не похожая на слайм, мы добавим немного муки. Давай еще чуть-чуть манной крупы добавим. Давай. Давай смотрим, что из этого выходит у нас. О, он уже начинает отлипать от стенок. Ура! Это же прогресс. Подожди. Вот здесь синий цвет. Мы их плохо размешали. Видишь? А тебе уже не терпится руками. Подожди. Интересно, что получается. Давай еще чуть-чуть. Подожди, подожди. Чтобы он к рукам не лип? Да. Давай. Только чуть-чуть. Вот. Ну давай, только может не всю ложку. Ну давай попробуем. Рискнули. Алина еще добавила целую ложку манной крупы. А теперь уже можно его вот так вот смело перемешать. Ну главное, чтобы мы не переборщили. Чтобы он не был камнем. А не слаймом, да? Я уже хочу руки его взять. Сейчас. Ну ладно. Давай, ты бери в руки. А если что... Подожди, подожди. Подожди. Я вот эту манку еще соберу. А если у тебя он слипнет на руках, тогда я буду... Подожди. У нас здесь манка везде уже на столе. Надо поубирать. Видите? Ничего лишнего мы не добавляли. Только один ингредиент. Это манная крупа и водичка. И все. Видишь, он немножко липнет. Дай еще немножечко. Дай еще чуть-чуть. Или не надо будет. Он не будет тянуться. Видите, какой он стал классный? Чуть-чуть. Мне полную ложку. Вот. Потихоньку. Давай чуть-чуть еще. И еще. Давай я немножко добавлю. Вот так рискнули. Остальное не добавляем. Перемешиваем. Последние разы. Последние разы перемешиваем. Ну, убери в руки. Доставай, доставай смело. Вот. Вот сюда положи. Так, чтобы здесь было видно. Что, липнет к рукам? Да. Перемешивай. Сильно липнет? Не очень. Уже отлипает потихоньку. Алина уже устала? Да. Давай добавим еще туда манки. Вот как красиво получается. Как снежком покрытый. Вот так везде. Ложку манки добавили. Перемешивай. Руками уже. О, так ты любишь так играться. Давай, давай. Может, хватит уже этой манки? Окей. Вот эти манные крупы, которые еще в нем остались, они похожи на пенопластовые маленькие шарики. Классный слайм получился. Очень. А главное, такой большой. Угу. Так что, друзья, мы вам рекомендуем этот рецептик, который может сделать каждый у себя дома, особенно сейчас на карантине, когда не продают. Может, кого-то продают, но у нас, в принципе, магазины со слаймами такими закрыты. И негде купить. Если негде купить, и если негде взять слайм, а очень хочется, а это, кстати, экологичный слайм. Тянется? Вот. Конечно, он не будет хрустеть, но интересный. Такой слайм-пластилинчик. Я думаю, что если его хорошенько разомнять в руках, он уже со временем так не будет рукам липнуть. Тебе. Он кликает, но слабо. А ну. Так. Он не хрустит. Не хрустит. Зато он экологичный. Он не пахнет клеем. И сделан из одного ингредиента. Нормально тянется. Друзья, а какие вы рабочие рецепты знаете? Самых простых слаймов напишите в комментариях. Для тех, кто впервые на этом канале, мы напоминаем, вы на канале Эдин Стар. Если вы досмотрели до этого момента, мы говорим вам спасибо. Не забудьте подписаться на канал. И поставить лайк нам. Нам будет очень приятно.